Вам по сколько лет? Пятнадцать. А, ну уже, считай, совершеннолетняя. Я без родителей стараюсь не говорить. Сначала, чтобы родители подошли, чтобы не думали, что мы плохое говорим. Мы пришли сюда, в это место развратой гнусных поступков. Рассказать о Боге, о любви Его. Что Господь всех зовёт к покаянию. Ты можешь начать жизнь с нового листа. Он распятый, прибитый был. Кровь пролил за нас. А потом на третий день воскрес. И всякий верующий Него не постыдится. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Христос оставил церковь. Можем пойти в церковь, Евангелие достать. На исповедь сходить. Православная церковь. Вот мы для того сюда и пришли. Чтобы засвидетельствовать. У нас большой ютуб-канал, можете зайти. Называется «Во свете Библии» канал. Игнатий Лапкин. Вы увидите, как мы деревню православную строим. Какие у нас девушки, какие парни. У нас разводов нет. Как называется? «Во свете Библии». «Во свете Библии». Канал. Ютуб. Никакой Алисы не надо тут. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Сейчас. Давайте, не торопитесь, не уходите. О! Ну умница, как нашла быстро. У нас тут 18100 роликов. 40 А. Там все найдете. Все. После меня снять. Я много лет, 45 лет был начальником детского лагеря. И тут 475 роликов про наш детский лагерь. Он один такой на всю страну. Верующие все. А вы часто сидите в детстве? Ну и сейчас я здесь в рулетке рассказать людям о Боге, о вечности. Чтобы не делали то, что они делают здесь. Мы призываем всех к покаянию. А мужиков, которые себя плохо ведут? Я не расслышал. Тут есть много мужчин, которые плохо себя ведут. Ну так мы говорим всем. Мы видим, какие люди. Бывает матерятся, сквернословят. Ну что сделаешь? Мы говорим им, за это ждет кара Божия. Такие люди будут в огне гореть вечно с сатаной вместе. А кто покается перед Христом, ходит в церковь, исполняет заповеди Божьи, он будет в раю с Богом. После смерти другая жизнь идет. Сейчас мы знаем, как верующие, какие события будут. Что столицей мира будет Иерусалим. Одна столица на весь мир. И будет в евреях храм восстановлен. И сядет человек-антихрист. И будет царствовать 42 месяца. Еще этого нет. 2000 лет назад уже предсказано было. Так что берегите себя. У меня наказ вам всем. Никогда в чужой дом, в чужую машину не садитесь. Вечером не выходите из дому. Много мерзностей всяких. Берегите себя. Я, видите, столько лет занимался с детьми. Это 45 лет, да, три в ином варианте. Это в формате. И уже 48 лет. И у меня ни один ребенок не заболел без помощи государства. Они нам рубля не дали. Тысячи детей мы подняли. Это Господь позволил. Мы каждое утро начинаем с гимнастики, потом молитва. Купаются. Учатся все делать. На лодках плавают. Ягоды собираем. Работаем. Там в огороде у себя. Мы себя обеспечиваем сами. А вы где живете? Алтайский край, город Барнаул. Меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Лапкин. Поэтому, если в скайпе зайдете, меня зумайте, ближе познакомиться. Скайп. Скайп называется. Вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. И поэтому мы дадим такие материалы огромные. Сайт, форум. Игнатий Лапкин. Напечатайте, я посмотрю. На меня пошлите. Хорошо, сейчас. А вы можете нам дать свой номер, и мы вам в Вайбере напишем? Вот, видите, у нас в скайпе. Если вы зайдете, я все вам спишу. Скайп. Только в скайпе. А можно в Мэйл.ру. Мой мир. Мэйл.ру. Вот. Там у меня страница большая. Там у меня 24 тысячи фотографий только. Наших. Сейчас. Я скачаю. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Мой мир? Да. И мой мир тоже. В моем мире. Там можно переписываться. Нет. А ну-ка, Ютуб покажите. Ну, это, тут еще какие-то игры. А это? Нет. Там написать надо Игнатий Лапкин. Мой мир, Игнатий Лапкин. Нет. Сейчас. И там я в шапке. Там у меня две страницы. Одна с голубем. Ту не надо трогать. Это запасная. Игнатий Лапкин. Мой мир. Сейчас. Подождите, она зайдет. А ну-ка, посмотрите. Игнатий Лапкин. Ну, не видно ничего пока. Сейчас я зарегистрируюсь. Да. Мой мир, Игнатий Лапкин. У нас там 9 тысяч роликов. Наших. А в Ютубе у меня 18 тысяч 100 роликов. Вы увидите, как у нас одеваются. Два платка, как девушки, женщины одеты. Вот мы деревню православную строим. Там особый порядок. Нельзя пить, курить, материться, воровать. Открылась? Нет. Мой мир. Он называется Mail.ru. Мой мир. Игнатий Лапкин. Сейчас. Смотрите. Не откроется? Никак? Сейчас. Да нет, сейчас откроется. Сейчас идем. Там две странички у меня. Вот я просто в шапке стою. Ту надо открывать. И там почту можно посылать. Обмен мнениями. Там хорошо общаться. Мне больше нравится, чем ВКонтакте. Сейчас нарегистрируемся. Давайте. Еще раз как? Мой мир. Игнатий Лапкин. Нет, это у нас уже скайп. Скайп? А в скайпе вы на меня выйдете, когда я сейчас закончу разговаривать. Вы знаете, через два часа зайдите. У нас сейчас занятия будут. Полтора часа. В скайпе. Обязательно в скайпе. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Один. Запишите правильно. Игнатий Лапкин. Чтобы не потерять. Ручки запишите. Вот. Вот. Правильно. О, молодцы. Где? Да. Вот. Ну, нашли, нет. О, все. Вот это? Да. Да. Как-то закрепите себе. Я вам скину наши ресурсы, которым равных нет в интернете. Хорошо. Зайдете, когда... У нас есть... А вы даете приглашение? Ну, а я отвечу вам. Отвечу. Вы на меня пошлете запрос, я вас приму. Хорошо. Но это я сделаю не раньше, как через 20 часа. Примерно еще два часа пройдет и заходите. Хорошо. Но не позже, иначе у нас уже вечерняя пройдет. Хорошо. Да в любой день. Но если вопросов нет, я ухожу. Хорошо. Храни вас, Господь. Как вас звать-то? Я не спросил. Ангелина. Ангелина? Это подобная ангела. А ты? Яна. Яна? Да. Это я, Анна. Яна, это благодать Божия. У вас имена чудесные, божественные. Спасибо. Слава Иисусу Христу. С Богом, детки. Вы там сейчас прочитаете. У нас идут занятия. Утром молитвы идут сообща. Вы найдете такое сокровище, которое трудно найти будет где-то. Да нигде больше нет. Давайте. Первый, который я вам сбросил. Там наши и сайты, и форум, все, все данные о нас. Вот это? Да. Ну, теперь все. Вы уже зашли к нам. Там посмотрите, где написано идут занятия. Поскорее. Сейчас занятия будут уже. Осталось 14 минут до занятий. И попросите, чтобы вас приняли. Скажите, мы встречались в чатру летки со мной. У нас занятия. А как? Как написать, чтобы вы нас приняли? Ну, там, я не знаю, как там. Посмотрите, там написано. У нас идут занятия, и там нажать что-то надо. Посмотрите. Ну, нет, у нас просто, вот, видео сразу открывается. Ну, я тут ничего не могу сделать. Я данные могу скинуть. Что тут неладно? А вот, что полностью просим есть. Вот. Ну, у вас там сообщения-то есть же? Я скинул все сообщения. Все. Девчонки хорошие. Там Пупков Сергей. Изучение по Святой Библии, по толкованию. Примерно вот такое должно быть. Да, вот он самый и есть. Вот он есть, да. Руководитель. Ага, вот. К нему обратитесь там. И он как раз сейчас вас и примет. Только сидите тихо, как на уроках. Не разговаривайте ничего. Да, хорошо. Ну, все пока. Я отхожу от вас пока, сестры. До свидания. До свидания. С Богом. Говорим. Полезные друг для друга будем. Я пришел с великой миссией бросить руки. Здорово. Через минуту. Можно? Я вам рассказывать буду, отвечая на вопросы по Библии, по Святым Отцам. Давай. Вот ради этого брошу. Ну, брось. Еще раз задохнем. О, зараза какая. Да, да, да. Вот бросил. Вот сейчас стушил и бросил. Ну, бросил, подобрал. Ну, пока хоть разговариваешь, пока. В это время-то не копти. Дышать нечем. Вонь такая идет. Убрал. Убрал. На все вопросы ответить. Давай. А вот скажи, вот Иисус сказал, что тот, кто верует, он в царстве небесное обречет. Написано так. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. А креститься зачем только, если веруешь? Да. Потому что Христос Спаситель. Он умер за наши грехи. Да, понятно. Если веруешь во Христа, зачем креститься? Вы вопрос задали, я ответил. Теперь обдумывайте его. Другого нету. Я проповедник, миссионер. 57 лет иду этим путем. Крестился? Только не ругаться, чтобы договоримся. Вы крестились? Конечно. Когда? Ну, вам зачем это когда? Чего? Это праздный вопрос. Я читаю Евангелие. Евангелие от Иоанна 3, 36. Написано. А вот расскажите мне, вот если человек, который не знает Христа, но поступает как праведник, он... Это обман. Он не может поступать правильно. Написано, неверующий Бог представляет его лживым. И без веры угодить Богу невозможно. 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 Так написано. Невозможно. А Моисей в Старство Божие попал или нет? Да. Его на горе Фаворе видели. Моисей попал? Да. А кто еще кроме Моисея попал в Старство Божие? Всех, которые верили и ожидали. Он не веровал в Иисуса. Не веровал? А он сказал об этом. 18 глава второзакония, 15 стих. Вы прочитайте. Что он сказал? Из вашей среды, как меня восставит вам Господь, пророка его слушайте. Пророков было восемь. Так, вы вопрос задали, дальше уже не тяните в ненужную сторону. Я вам коротко отвечаю. Дальше что? Дальше то, что... Вы на самый простой вопрос не ответите. Почему бороду бреете? Потому что бреете есть. Вот здорово. Ответ. Только сейчас не ругайся. А почему бороду не бреете? Так. Это подкаблучники, мужики. Две мамы в доме. Не годится это? Не годится. Не годится. Понимаете, вот с вами неинтересно говорить. Вы какой-то взгляд такой, как обкуренный. Да, я...